это у нас последовательный гибрид здесь у нас 149 лошадей по птс в реальности 340 сил проекция на дисплей люк панорама у машины есть штатный про пилот это удержание полосе и адаптивный круиз то есть машинка может пробках ездить сама есть такие вот минусы когда ты хочешь быстро проскочить машина смысле сама машина понимает не дает да короче нажать на газ туда тут и ассистенты вот эти столкновения есть музыку погромче как баста говорит все нормально также у нас здесь есть легкий доступ есть легкий доступ есть у нас легкий доступ вот привет дорогой друг с вами компания электричка русс меня зовут юрий сегодня у нас на обзоре вот такая классная машинка это у нас nissan x-trail кузове т-33 последовательный гибрид нам на обзор предоставил человек который мы как раз месяц назад и и привезли под заказ он сейчас находится у нас за кадром чуть позже пригласим его и расскажем спросим про машинку что ему нравится что не нравится почему вообще выбрал ее по самому автомобилю это у нас последовательный гибрид из плюшек которые есть для россии машина таможца как электромобиль соответственно налоги платим мы тоже как за последовательный гибрид а именно за 30 минутную мощность здесь у нас 149 лошадей по pts в реальности 340 сил под капотом у этой машины у нас полутора литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью 144 лошадиные силы но колеса он движение не приводит так как это последовательный гибрид в движение приводит два электромотора на каждой оси по одной общей мощностью 340 лошадиных сил повторюсь еще раз по налогам вы платите за 149 лошадиных сил что очень приятно это у нас топовая комплектация у меня идут 19 колесные диски электропривод багажника потом здесь у нас есть проекция на дисплей люк панорама всего есть у нас две версии китайские то есть топ и пред топ нет смысла покупать более дешевую версию что разница всего 10 тысяч юаней по салону у нас присутствует электро регулировки сидения переднего и заднего дальше что у нас механический руль по вылету вверх вниз у нас есть повторюсь люк есть панорама люк выдвижной машину запустить заработал у машины есть штатный про пилот это удержание полосе и адаптивный круиз то есть машинка может в пробках ездить сама условно да там держаться в полосе что очень удобно есть пять режимов езды драйв моды снег автор режим эко и соответственно спорт есть у нас не педаль да это у нас когда мы не используем педаль тормоза используем только педаль газа то есть машина полностью сама останавливается в зонный климат-контроль также у нас назад выведены дуйки в ногах дуйки есть подогревы сидений передних к сожалению подогрева руля нету также присутствует беспроводная зарядка есть эмбиент подсветка по всей машине единственное что цвет она не меняет она у нас всегда синего цвета мультимедиа из плюсов машине присутствует у нас английский язык как мультимедиа так и на приборке принципе больше никакого функционала тут нету можно только музыку по блютусу слушать да ну радиус соответственно камеры 360 у нас присутствует в стиле nissan качество ниже среднего наверное вот куртилочка громкости вот снизу у нас беспроводная зарядка одна еще повторюсь и двое витой все и прикуриватель дверь у нас открывается под 90 градусов очень удобно для посадки в принципе сам за собой сижу сзади у нас есть маленький экранчик и мотоконтроля то есть трехзонный у нас получается также есть зарядка usb type-c обычный usb по высоте мой рост метр восемьдесят восемь ну практически кулак здесь четыре пальца влазит в принципе сидеть вполне удобно есть у нас подлокотник и кстати спинки по моему нас регулируется по наклону да ну не очень сильно регулировка есть задняя часть авто соответственно китайские шильдики да ну кому не очень нравится можно их снять полный привод не force задняя крышка багажника похоже на кузов т32 да но есть некие отличия также у нас здесь есть легкий доступ объем багажника у нас практически 500 литров есть у нас шторочка такая вот штатная у нас здесь под полом давайте посмотрим под полом у нас сабвуфер компрессор баллонник короче есть место можно положить что-нибудь еще так здесь у нас находится аккумулятор вот такие защелочки сейчас мы открутим я их закручиваю так можно промотать вот у нас аккумулятор кто не знает привезли такую машину сел аккумулятором находится здесь так ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и перед тест-драйвом автомобиля пригласим владельца кадр. Здравствуйте, Николай. Добрый день, Юрий. Чем нравится машина? Машина мне нравится динамикой и комфортом. Что рассматривали помимо Nissan X-Trail? Какой автомобиль? Помимо я рассматривал Geely Mojaro. Что у него мне не понравилось? У Geely мне не понравилось расход топлива и работа подвески. Она там работает жестче. А какой расход у Geely? Расход у Geely там был порядка 11 литров. А здесь какой? Здесь при спокойной езде у меня получается 9 литров. Нормально. Так, ну мы плавно перешли к тест-драйву. Это у нас владелец Николай за рулем. Слушайте, ну мне понравилась в первую очередь динамика автомобиля. И достаточная комфортность его на кочках. То есть он в сравнении с Geely Mojaro я сравнил машину. Nissan более мягкий. По шумке, то есть отличный. То есть вот мы сейчас едем, в принципе, двигателя практически не слышно. Достаточно удобно. По управляемости мне машинка тоже понравилась. Рулится достаточно легко, плавно. Есть, конечно, правда минусы. В работе ассистентов, вот сейчас мы выезжали, перекресток, она увидела машину и не дала полностью мощность нажать на газ. Не было аварии. Задержка или что? Да, идет задержка. То есть она видит машину, что есть возможность, типа, что столкновение. Типа, я быстро, стильно ускорюсь. Есть такие вот минусы, когда ты хочешь быстро проскочить. Машина, в смысле, сама. Сама, да, машина понимает. Не дает, да, короче, нажать на газ. Я понял. Да, тут и ассистенты вот эти столкновения есть. То есть если ты нажимаешь резко на газ, она видит эту машину и тебе не дает мощность полностью раскрыть. То есть вы это относите к минусам? Ну, да, безопасность. Ну, понятно, чересчур вмешивается, в общем, в работу, да, в вождение, в общем, вмешивается. Понятно. А отключать можно, да, у тебя ассистента? Да, его можно отключить. Ну, тогда будет некорректно работать система вот этого поддержки пропилота, да. Ага. Ну, то есть когда глухая пробка, можно включить там систему эту пропилота. И вот в такой глухой пробке в зоне там машина будет ехать сама и подруливать по разметке в полосе. Ну, вот сейчас выйдем к Ростамкад, включите, покажите нам, как это работает. Вот. У вас как, езда активная или вы спокойно ездите? Как у вас вот по расходу? Люди, наверное, будут спрашивать, это же гибрид, ну, некая экономичность, наверное, должна быть, да? Я люблю ездить активно, и движение в Москве, но активное, я не экономлю бензин. Нажимаете вот, да? Мой расход, получается, при динамичной езде, это 10 литров, получается, на сотню. Ну, в принципе, на учитывая динамику машины, да, там около 7 секунд в сотню она едет, 340 лошадей у нас электромоторы выдают. И 550 крутящего ньютон-метр, да, если я не ошибаюсь? Слушайте, да, но динамика, она позволяет быстро ездить, быстро перестраиваться, то есть, и поэтому расход он большой. Если ездить спокойно, и достаточно, как бы, сдерживать себя, там, планировать торможение, то расход там 9 литров составляет. Вот мы как раз в пробке, может быть, покажите, как ассистент работает. Да, вот когда у нас система включается, он такой, типа, звук издает, тун-тун, типа, всего на видеополосу, он следует за впереди и душей машиной, в принципе. И руль. Можно отпустить руль, есть, да, лайфхак, да, такой, что можно в бутылку вставить, и можно полностью расслабиться и ехать, как ты хочешь, в пробке. То есть, машина будет думать, что руки на руле, они будут тебя спрашивать, то, что там надо водить. А, ну, из плюсов, да, допустим, не обязательно нажимать педаль, чтобы тронуться, да, чтобы она автоматически продолжила движение достаточно. Потому что, когда сейчас поедет машина нажать на руле, типа, плюсик, круиз-контроля, и машина сама отронулась и поехала, как бы. А, ну, она, короче, после остановки, через некоторое время ей нужно дать сигнал, чтобы она отронулась, да? Да, вот здесь большой плюс, что машина держит полосу в пробке на низкой скорости. То есть, действительно, если ты, вот как сейчас, да, и глухая пробка, ты спокойно, как бы, едешь. Ну, понятно. Просто увеличивая скорость, да, расслабленно. Как бы, если никто не ныряет, как бы, ты можешь спокойно, вот, машина уверена. А как она реагирует, если резко, вот, перестраивается, она видит их, не видит, то есть, совершает ошибки. Да, машина совершает ошибки, потому что здесь же она не машинным зрением смотрит, как Тесла, а гидаром. Соответственно, если машина быстро перестраивается, она не успевает понять, что машина едет, и нужно в основном включаться, типа, притормаживать. А вот у людей, скорее всего, будет вопрос, так как это последовательный гибрид, допустим, у тех же Лисянов есть такая проблема, что, там, едешь свыше, там, 150, если долго, то у него теряется сильно мощность, и машина не может поддерживать эту высокую скорость. Здесь, ну, есть такая проблема, нет? Нет, здесь такой проблемы нет. На самом деле машина динамична, она достаточно легко разгоняется до 150. Мотор успевает заряжать эту батарею, потому что батарейка маленькая, и такой проблемы, получается, нет. Слушай, а в спорте, не в спорте, разница есть? В спорте, получается, она активнее, начинает ехать. То есть, в авто идет больше задержка на педаль газа. В авторежиме есть такой, типа, подумала, и потом начала ехать. Ну, вот лучше по расходу топлива, если ты едешь в авто, то есть, расход меньше становится. А функция e-pedal, до конца машина останавливается или нет? Нет, машина останавливается до конца. Это, кстати, удобная тема, получается. Машиной можно управлять одной педалью. С этой функцией машина сама тормозит. Как ты только убираешь педаль с газа, ногу с педали газа, машина сама тормозит. Ну, практически до 5 км в час она останавливается. Экономия колодок. Ну, это, получается, комфортность вождения у тебя идет. Николай, какие у нас минусы у авто? Плюсы назвали нам динамика, расход небольшой относительно. Из минусов по машине это отсутствие CarPlay в мультимедиа, отсутствие каких-то там сервисов привычных, там, Яндекс.Карты, Яндекс.Музыка. Из таких минусов несущественных, это панорамная крыша. Когда ты открываешь шторку, получается, она открывается частями. То есть нельзя там кнопку нажать, подержать, и у тебя полностью отъедет защитная... Ну, откроется крыша. Это у многих, наверное, машин. Но сейчас больше минусов для тебя я не вижу. Подогрев руля, а отсутствие? Я не считаю это минусом, потому что в зимнее время ты приходишь в машину чистить, машину греться, в перчатках очищаешь эту машину. Ну, пока ты ее очистишь, получается, то у тебя уже салон прогреется. Удаленный же прогрев у нее есть с брелка? Да, у нее есть удаленный прогрев штатный с брелка. В принципе, эта система тоже достаточно плюс. Поэтому эта функция, я не считаю, что она мне нужна. Лично мне она не востребована. Минусов, почему я так считаю, мало? Потому что я больше отдаю предпочтение в машине. Это как она едет, как она рулится. Это больше техническая часть автомобиля. Мне важна динамика, комфорт и управляемость, и надежность. То есть какие-то дополнительные опции, я считаю, это второстепенные. Это повышение уровня комфорта этого. Что по шумоизоляции, кстати, на высокой скорости? На высокой скорости прям чувствуется, как работает и слышно, как мотор работает. Мотор такие вибрации небольшие издает. Но это не сильно мешает. Музыку погромче, как Баста говорит. Все нормально. По шумоизоляции, вот мы в пробке едем. Тут стоит двойные стекла спереди. Плюс есть система активного шумоподавления, в которой в багажнике находятся. Это вот этот сабвуфер, да, который в багажнике? Да, за счет этого получается, ну, как бы машина достаточно не шумная. Мы едем, слышим, как бы, другие машины, не слышим двигателя этой машины. Ну, а так, кстати, двигателя не слышно. Это правда. Ну что, друзья, вот получился у нас такой обзор. Как говорится, японцы делают вещи, да. Я считаю, что Nissan очень неплохая машина в свои деньги. На сегодняшний день такое авто можно привезти под ключ примерно за 3 700-3 800. У нас сегодня конец сентября. Да, то есть, ну, ориентируйтесь на курс, плюс-минус в эти деньги. Спасибо Николаю, что дал нам на обзор этот автомобиль. Звоните, пишите. Все, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!